МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анны Пилипет. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. В детский сад без слез. Как адаптировать ребенка к новому статусу? Дары осени в Центре культуры досуга в НИЕВ прошла ярмарка. Мое эко-дело библиотека имени Пушкина проводит городской конкурс. Далее расскажем обо всем подробно. Пассажирское железодорожное сообщение между Саровом и Москвой восстановлено. На оперативном заседании штаба сообщили, что со 2 сентября поезд в Москву будет отправляться по традиционному расписанию из Сарова от станции Тупиковой в 19.00, сообщает пресс-служба РФЦ ВНИЕВ. Напомним, железодорожное сообщение с Москвой приостановили из-за лесных пожаров 20 августа. Тогда произошло возгорание в районе поселка Стеклянного под Первомайском. Огонь прошел вдоль автомобильной дороги и распространился на железодорожные пути. Сейчас ситуация нормализовалась. Рано или поздно многие родители сталкиваются с необходимостью отдать своего ребенка в детский сад. Однако не у всех детей адаптация проходит гладко. Как помочь своему малышу привыкнуть к новому коллективу? Время, когда у малыша резались зубки, он делал первые шаги и сказал свое первое слово, пролетело незаметно. И вот настала пора отдавать его в детский сад. Но на пути между заманчивым и долгожданным свободным временем родителей и таким значимым этапом социализации ребенка стоит адаптация. Это один из самых сложных моментов в жизни малыша. Его вырывают из привычной среды. Новое место, другая еда, незнакомые люди. Зачастую период адаптации у ребят проходит в два этапа. Первый – подготовительный. Воспитатели проводят родительское собрание, на котором объясняют родителям, как правильно подготовить малыша к детскому саду. Важно, чтобы домашний режим совпадал с режимом сада. В детском саду 8 уже завтрак. И если мы не подготовим малыша к нашему режиму, вы будете его тащить заплаканного в детский сад. Он плохо позавтракает, не уснет, когда все дети уснут. Ну, то есть ему будет тяжело довольно. Ну, еще мы просим родителей, чтобы они познакомились с нашей пищей и приучили ребенка есть незнакомое блюдо. Перед детским садом ребенка важно научить засыпать одному, иначе ему будет сложно уснуть на тихом часе. Также малыш должен уметь прощаться с мамой. Многие мамы придумывают свои ритуалы прощания, рассказала Марина Руденко. Одни целуют, другие обнимают, третий шепчет что-то на ухо при прощании. Детям нужно, больше старше двух лет надо рассказать, что детский сад – это такой дом, куда мамы приводят своих малышей. Здесь все устроено для малышей. Есть маленькие столики, столики, кроватки. Ты будешь играть. Я выйду на работу, мне интересно работать. А ты пойдешь в детский сад, и тебе будет интересно играть с ребятами. У вас будет много игрушек, вы будете гулять, кушать, спать. Примерно такой спокойный рассказ дает ребенку ощущение надежности. Особенно, если это повторять изо дня в день. На втором этапе малыш уже попадает в новую среду. Обычно сначала приглашают на прогулку, мамы прощаются с детьми. Здесь реакция может быть разной. Одни сразу бегут играть, другие начинают плакать, и воспитатель их успокаивает. Здесь важно понять, если вы готовы отпустить ребенка, надо уйти, а не стоять за дверью, не подсматривать в окна, не прятаться в кустах. Вы должны уйти и доверить воспитателю своего малыша. Если воспитатель только его начал успокаивать, а вы не выдержали и ворвались в группу, это будет еще более стресс сильный для ребенка. Среднее время привыкания – месяц. Первую неделю ребенка приводят на 1-2 часа, потом с завтрака до обеда. На третью неделю его пробуют уложить спать, а на четвертую он уже остается до полдника. Но если ребенок долго плачет, то время ему не прибавляют, пока он не привыкнет к саду. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. Российские пенсионеры в четверг, 2 сентября, начали получать обещанные единовременные выплаты в размере 10 тысяч рублей. Деньги начислены по указу президента. Другая важная информация в подборке коротких новостей. В течение пяти дней на нее автоматически вернется 20% стоимости поездки, но не более 20 тысяч рублей. С одной карты можно оплатить неограниченное количество туров. В Нижегородской области на следующей неделе возможны ночные заморозки, по словам начальника отдела метеопрогнозов. Нижегородского гидромедцентра Ольги Макеевой в эти выходные ожидаются дожди. Однако при этом в лесах сохранится высокий уровень пожароопасности. Но к 6 сентября температура воздуха снизится до плюс 8-13 градусов днем и плюс 2-8 градусов ночные часы. В отдельных районах области не исключены заморозки. По словам синоптика, возвраты теплой погоды будут, но, скорее всего, недолгие. По ее оценке, бабий лет в Нижегородской области может наступить даже в октябре. Но сейчас предсказать его сложно. Работы по ликвидации лесного пожара продолжаются. Очаг в северо-западной части заповедника локализован. Второй очаг в северо-восточной части продолжает действовать на площади 15 гектаров. Сотрудники МЧС применяют тяжелую технику, с помощью которой прокладывают дополнительно минерализованные полосы. Расширяются и очищаются от сухостой дороги, проводится опашка территории. Обстановка находится под контролем. Сил и средств достаточно. Серьезный дефицит продуктов возник на гуманитарном складе Центра Милосердия. Полностью закончились чай, сахар, печенье и другие сладости, подсолнечное масло, макароны, изделия и консервы. Нуждающимся сейчас выдают неполный набор, только крупы и муку. Волонтеры принимают продуктовые пожертвования на гуманитарном складе на Пушкино 24А. Графика работы – вторник и четверг с 17 до 19 часов. Суббота с 9 до 12. Центр «Вектор» планирует перейти на производство вакцины от коронавируса «Эпивак-корона-Н» после «Эпивак-короны». Новую вакцину легче производить, но для потребителя она ничем не отличается, заявила РИА Новости заместитель руководителя Центра Татьяна Непомнящих. Минздрав России в конце августа зарегистрировал еще одну вакцину для профилактики коронавируса «Эпивак-корона-Н». «Эпивак-корона-Н» и делали для того, чтобы перейти на нее после «Эпивак-короны». Это практически одно и то же. У них немного отличается только технология производства. «Эпивак-корона-Н» легче масштабируется. Ее проще производить. Но для потребителя она ничем не отличается, сказала Непомнящих. За минувшие сутки в России зарегистрировали 18 985 новых случаев заражения коронавируса. Из них 394 в Нижегородской области. В Сарове за день заболели 23 человека. Из тех, кто госпитализирован, два в тяжелом состоянии, один в легком, остальные в средней степени тяжести. В проекте бюджета Пенсионного фонда России предусмотрена индексация материнского капитала, рассказал РИА Новости глава Минтруда Антон Котяков. Размер в 2022 году составит 503 237 рублей на первого ребенка и 665 009 рублей на второго, сообщил министр. Котяков добавил, что если семья ранее получала деньги на первенца, доплата на второго составит 161 772 рубля. Сейчас при рождении первого ребенка семья может рассчитывать на 483 800 рублей, при рождении второго – на 639 400 рублей. Для оформления сертификата следует обращаться в Пенсионный фонд. Городская ярмарка «Дары осени» прошла в Центре культуры Досугарфиацвнеев. Все желающие представили овощи и фрукты, заботливо выращенные на огородах. Кроме того, гостей ярмарки ждал концерт, подготовленный силами ветеранских организаций. Ароматы спелых фруктов, овощей, цветов и свежего меда встречали гостей традиционной выставки «Дары осени» в Центре культуры и досуга в Нев. Также на ярмарке красовались глиняные игрушки и сладости ручной работы. Мы решили в этом году «Дары осени» провести в несколько другом формате. Мы пригласили все, решили так, приглашаем все центры, чтобы все центры показали достижения своих ветеранов, что они выросли на своих участках. Осенний праздник урожая проходит уже в шестой раз. В этом году организатором стал Центр по работе с ветеранами-пенсионерами Рафиацвнеев номер 4. И участников, и посетителей привлекает возможность обменяться опытом в выращивании культур, а также увидеть и приобрести что-то необычное. Мы решили показать, на что же готовы ветераны именно Федерального ядерного центра, и как они встречают осень своими урожаями, заготовками, и показать еще щедрость наших ветеранов. В рамках выставки выступили творческие коллективы, которые исполнили всеми любимые песни. В течение мероприятия слизь горожан не сходили улыбки. Для госей организовали столы доброты, на которых раздавали все бесплатно. Всех угощали чаем и сладостями. Организаторов благодарили за положительные эмоции. «Наш турнир, который мы вложили в течение всего года, был положительным, удачным. И нам здоровье, и людям приятно. И самое главное, что когда люди берут наши подарки, они творили здоровьего, любви и всего замечательного». Организаторы считают, что праздник удался, и надеются, что эта добрая традиция будет продолжаться, привлекая с каждым годом все больше участников. Екатерина Шмакова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей Саров-24. Детская библиотека имени Александра Сергеевича Пушкина приглашает саровчан принять участие в конкурсе «Мое эко-дело», который проводится в рамках реализации проекта «Просто о сложном. Жизнь в стиле эко». Подведение итогов конкурса, презентация работ и награждение участников пройдут на ежегодной библиотечной акции «Теплый вечер». Подробности далее. Вопросы экологии остро стоят во всем мире. Для Сарова эта проблема не менее значима. Сохранить облик нашего уникального зеленого города может каждый. Для этого достаточно лишь внедрить в жизнь новые экологические привычки и традиции. Поэтому в новом конкурсе детской библиотеки имени Пушкина «Мое эко-дело» могут принять участие и дети, и взрослые. Для участия в конкурсе мы приглашаем всех заинтересованных лиц. Это могут быть детские сады, это могут быть школы, это могут быть любые организации, которые занимаются экологическим воспитанием детей. Но в первую очередь, конечно, это семьи Сарова и возрастная группа участников, которую мы обозначили в нашем положении о конкурсе, это дети 60 лет. Но это не говорит о том, что более старшие ребята не могут принять участие в этом мероприятии. «Мое эко-дело» проводят в рамках библиотечного проекта «Просто о сложном. Жизнь в стиле эко». Тему для участия в конкурсе можно выбрать любую из предложенных. Первый эко-поступок, полезные эко-идеи, наше семейное эко-дело, вместе за экологию. А вот форма представления работы может быть самой разнообразной. Презентация, рассказ, поделка или рисунок, видео мастер-класса и многое другое. Номинации разные. Все участники могут принять участие в принципе в любой номинации, выбрать то, что ему ближе. Но самое главное, конечно, чего нам очень хочется, чтобы взрослые не остались в стране, потому что от участия родителей, педагогов, воспитателей тоже зависит очень много. Мы все вместе формируем какое-то определенное мировоззрение у наших детей. Работы на конкурс «Мое эко-дело» принимают до 24 октября. Подведение итогов, показ работ и награждение участников пройдут на ежегодной библиотечной акции «Теплый вечер» в начале ноября. Подробности о конкурсе можно найти в группе «Библиотеки ВКонтакте». Светлана Юрунова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей «Саров-24». В клубе «Восход» центра внешкольной работы прошел день открытых дверей. Ребята и их родители познакомились с работой объединений и пообщались с педагогами, которые будут вести занятия. Подробности далее. Вокал, рисование, рукоделие, танцы, игры. Клуб «Восход» приглашает ребят в творческие объединения. На дне открытых дверей педагоги и руководители клуба встретились с детьми и их родителями, рассказали о занятиях, ответили на интересующие вопросы. Все желающие тут же могли записаться в понравившиеся объединения. Бесплатные кружки, студии музыкальные или изо-студии, они дают бесплатное образование детям. А наши игротеки, они помогают ребятам наладить коммуникацию, пройти социализацию. Здесь мы учим ее в том числе и заниматься социальным проектированием. Развить фантазию и творческие способности можно в изо-студии «Стрекоза». Здесь ребята от 4 до 12 лет рисуют, лепят, мастерят оригами, расписывают ткань в технике холодного батика и осваивают такое новое направление, как фельдцевание, валяние из шерсти. Хочется больше часов уделить тем, чем я занимаюсь сама, это валянием из шерсти и будем делать шерстяные картины. Ну и еще в старшей группе у нас будет вышивка. Начало вышивки будем заниматься рукоделием. В свободное время или после уроков дети вместе с педагогом в игровой зоне смотрят фильмы, читают книги, играют в интеллектуальные и подвижные игры, а также обсуждают идеи и планы для различных социальных мероприятий. У нас каждую пятницу проходят клубные дни, в которые мы проводим различные мероприятия по тематикам, к определенным каким-то дням праздничным. То есть это викторины, мастер-классы, квизы, это запись видеороликов, это постановка флешмобов, это постановка сказок. Ну вообще очень разнообразная творческая деятельность. По всем вопросам можно обратиться в клуб «Восход» по улице Советской, дом 10 или по телефону 51845. Светлана Юрунова, Евгения Шевцова, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. Редактор субтитров А.Семкин